Всем привет! Вы на канале Роксиди. В сегодняшнем видео я вам покажу, как выглядит оформление 7 студийного альбома американской группы Korn, See You On The Other Side, выпущенного 6 декабря 2005 года. Этот альбом стал первым альбомом группы, выпущенным на новом для группы в лейбле Amy Virgin, на котором было выпущено два студийных альбома группы See You On The Other Side 2005 года и альбом Untitled 2007 года. Впервые этот альбом послушал в начале 2006 года, купивший лицензионный диск от компании Compusick, которая издавала альбомы See You On The Other Side и Untitled лицензионным исполнением с полным буклетом оформления на территории Украины. В те времена встречалось множество пиратских альбомов Korn, и встретить лицензию, а еще свои любимые группы, это была большая редкость, поскольку в те времена предыдущие альбомы Korn можно было встретить только лицензии от Sony Music Rus, диски серии Excellent, которые были с упрощенным оформлением, черной накаткой, а стоили они на порядок дороже, чем обычная лицензия. Поэтому в большинстве своем в те времена давалось предпочтение именно пиратским дискам. А тут, зайдя в магазин перед Рождеством 2006 года, я увидел новый альбом группы Korn, тогда я был уже фанатом, заядлым этой группы, и был удивлен, увидевший лицензионный диск украинского производства. Вот такая вот обложка альбома, на которой мы видим вот такой вот мальчик, плачущий. Обложку к этому альбому рисовал Дэвид Столпакис, друг Джонатана Дэвиса, художник-сюреалист из Нью-Йорка. Сама обложка основана на песне Sin et al, в которой поется «Я всего лишь ребенок со звезами на глазах, я держу этот подарок, который сломан». Что у меня осталось? Также все оформление к этому альбому рисовал Дэвид Столпакис. Здесь мы видим на обратной стороне еще несколько персонажей со звериными головами. Если честно, у меня раньше оформление этого альбома ассоциировалось со сказкой «Алиса в стране чудес». Альбом состоит из 14 песен, на 3 из которых были сняты видеоклипы на песне «Twisted Transistor», «Politics» и «Coming Undone». Интересная лицензия для тех времен, так как данный диск сделан с защитой от копирования, то есть этот диск нельзя скопировать на компьютер. Прослушать можно, и только при определенных каких-то условиях, я уже точно не помню, можно сделать всего лишь 3 копии. Нужна то ли какая-то регистрация или что-то еще. Но для тех времен, с середины нулевых, это было достаточно в диковинку, поскольку в большинстве на рынке были пиратские диски. А в общем, эта лицензия полностью повторяет фирменный диск и является замечательной альтернативой фирме. Вот такая вот накатка диска, розовенькая, наподобие накатки к альбому «Untaxables». Там тоже была в розовых тонах. Аблушка альбома. Снова мальчик. К этому альбому идет буклет «Книжка на 8 страниц». Внутри мы видим такой арт в карандаше. Обложки альбома. Руки из толпа киса. И еще рисунок. Рисунок. Из этой же серии, можно сказать. В центре буклета общие фотогруппы. Этот альбом вышел уже без участия гитариста Брайана Хеда Велча, который покинул группу по религиозным мотивам. Также этот альбом стал последним для барабанщика группы «Дэда Сильверия». Предпоследняя страница здесь мы видим список песен. Информация по каждой из них информация о создании альбома и благодарностью группы и ее участников. Вот такие здесь буквицы заглавные, начало имен участников в сказочном таком исполнении. И последняя страница. Вот такой вот буклет к альбому «See you on the other side», седьмому студийному альбому группы «Korn». Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. До следующих обзоров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok